Было время, когда при слове Apogee меня буквально передёргивало, и я, отмахиваясь руками, говорил, не-не, ребята, это вообще не моя история, это всё ваши маководские дела, я слишком стар для этого. Но не так давно на досуге я узнаю, что карту от Apogee теперь можно тыкать и в PC. И не просто тыкать, а на полную катушку использовать все их функции, чем сегодня мы с вами и займёмся. На канале давай запишем, где, я напомню, мы с вами говорим про аудио. Поехали! Сегодня к нам на студию заскочил крепкий такой среднячок в виде Apogee Duet. Ну на самом деле это даже чуть-чуть побольше, чем среднячок, но сейчас не об этом. Карточка формата 2х4, два канала на вход мы сможем писать одновременно, причём каналы даны на косички в виде комбо-разъёмов. Сюда можно подключать микрофоны, причём как динамические, так и конденсаторные. Сюда можно подключить инструмент на прямую в линию и, конечно же, линейные источники сюда войдут прекрасно. Каналы на выход у нас представлены двумя независимыми стерео шинами. Во-первых, это два больших симметричных, попрошу джека, для подключения громкого контроля, то есть мониторов. И второй независимый выход у нас дан. На самой карте это большой стерео джек, сюда можно подключить логично наушники. Повторюсь, что на косичке выхода и выход, который есть на самой карте, они независимы. То есть на мониторы громкие и тихие мы сможем посылать разный звук. Верхняя крышка Duet обладает приветливым экраном, на который уводится вся необходимая информация. Думя кнопками, которые можно программировать, а также энкодером, на который можно нажимать, выбирая функции, и который можно крутить, задавая параметры для этих самых функций. Из полезных функций это, конечно же, всякие мониторные фишечки. В частности, проверка вашего микса в моно и фиксированное послабление, чтобы проверять ваш микс на разных громкостях одним нажатием кнопки. Входные каналы у нас получили, помимо возможности подачи фантомного питания на микрофон, о котором я уже сказал. Задание такого лёгкого лимитирования, естественно, по желанию. И можно повернуть фазу на каждом канале. Под капотом у нас сегодня разместились преобразователи, выдающие до 192 килогерц на 24 бита и микрофонные предусилители с выхлопом в 75 дБ. Эй, армия, настало время потесниться. При работе на PC нас интересуют две софтины. Во-первых, это ASIO драйвер Apogee, во-вторых, это контрольная панель Maestro. Всё лежит в открытом доступе на официальном сайте. Maestro, помимо управления большинством функций, позволит нам делать и более интересные вещи. Скажем, программировать те самые сенсорные кнопочки на корпусе. Выбираем необходимые параметры, и теперь при нажатии на левую кнопку мы сможем проверить микс моно, а правый убирает звук из колонок. Например, для записи вокала в тишине. Стоит ли говорить, что сюда можно назначить почти что все функции, которые даны у нас в дуэт. Встроенный микшер, к слову, обеспечит нас звуком без какой-либо задержки. По крайней мере, необработанным. В нём же, в цифровом микшере, мы сможем менять соотношение звука приходящего. Скажем, на микрофонный вход к звуку, играющему с компьютера. Например, минус, под который вам необходимо петь, таким образом добиваясь максимального комфорта во время записи. Делается это всё с помощью фейдеров. Сухой звук всё же сухим звуком, но возможность поиграть на гитаре напрямую в линию через эмулятор какого-то... какой-то главы или кабинета в режиме реального времени, или на записи вокала дать немножечко реверка, дилейчика или компрессии прямо в уши. Ещё никто не отменял. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь будет твориться задержка, и будем изменять размер буфера, и смотреть на показатели времени. Не стоит всё же забывать, что это Apogee. И как большинство продуктов от этой фирмы, помимо Mac, вот эту карточку можно подключить и к iOS-устройству. Всё, что нам нужно, это перекинуть USB-провод на ваше устройство вместе со специальным адаптером под Lightning или какой-то другой разъём, который сейчас в моде у Apple. Ну и, конечно же, блок питания, который идёт в комплекте вместе с Apogee Duet. И всё, можно работать. О любителях MIDI также не забыли. Все MIDI-устройства, например, MIDI-клавиатуру, можно подключить в USB. Да-да, в USB-разъём на задней части карты. С осмотром мы вроде как закончили, теперь настало время испытаний. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Конечное мнение, как всегда, за вами в комментариях. Что вы думаете по поводу вот этой карты? Оставим ли мы дуэт маководом или всё-таки возьмём себе на вооружение, как неплохой инструмент для студийной и для домашней студийной работы? Вниз напишите. Это был канал Давай Запишем, здесь мы говорим о Pro Audio. Друзья, я не прощаюсь, а говорю до свидания. До следующего ролика. Субтитры создавал DimaTorzok